Первый город на Амуре. Война с Китаем. Место, где все начиналось. Всем привет! С вами канал интересных путешествий Turbo Life. И сегодня мы расскажем вам о первом русском городе на Амуре и даже покажем, что от него осталось. Мы в Албазино, поселок Сковородинского района Амурской области. Население 326 человек. Из достопримечательностей музей, посвященный истории Албазинского острога, а также та самая крепость. Но вернее, то, что от нее осталось спустя века. Когда-то Албазино был самым важным пунктом на Амуре. Сегодня мы с вами узнаем историю героической осады этого города Маньчжурской империи Цин. Албазинский острог – это исторический памятник доблести и огромной смелости амурских казаков. Как я уже сказала ранее, Маньчжурская империя Цин считала эти земли своими. Но там поселились, так сказать, наши русские казаки. И в 1985 году, когда произошла первая осада, мы показали себя довольно хорошо, но тем не менее до конца не справились с Китаем. И в 1986 году произошла вторая осада города, в результате которой, к сожалению, нам пришлось покинуть ее. Давайте поподробнее познакомимся с историей Албазина. Основное направление нашего музея – открытие и освоение Преамурья русскими в XVII-XIX веках. В 1632 году был основан Якутский острог, который стал отправным пунктом всех экспедиций в Преамурье. И с этого времени в Преамурье были отправлены экспедиции Перфириево, Москвикино, Паярково, которые добыли важные сведения об Амурье. Ну а далее начинается история Албазино. В 1649 году Ерофей Павлович Хабаров с командой в 70 человек отправляется на завоевание Преамурских земель. Через год он добирается до места, где мы прямо сейчас с вами находимся, и основывает первое поселение русских на Амуре. Название острог получил в честь жившего здесь даурского князя Албазы. Но Хабаров на Амуре пробыл недолго, всего три года. За этот небольшой период он смог обесачить более 30 тысяч местных аборигенов. И уже в 1665 году в эти земли прибывает Никифор Черниговский. Интересный персонаж, польский дворянин, ставший русским землепроходцем. Не просто так он здесь появился. Он бежал в Преамурье после мятежа на реке Лени. Никифор возрождает Албазин, строит как водится крепость, чтобы защищаться от аборигенов, но и начинает собирать с них же Исаак. Вот это поворот, правда? Перед вами макет первой крепости. Она была размером 13 на 17 сажений. Были построены три сторожевые башни, две угловые и третья сторожевая. Был построен дом воеводы, складские помещения. Сама же крепость представляла из себя ров. За рвом были врыты надол был в два ряда и чеснок в шесть рядов. В 1670-м уже обосновавшихся албазинцев настигла первая атака манджурского войска. Все, конечно, подумали, что албазинцы погибли и даже доложили об этом в столицу. Но не тут-то было. Атаку отразили и построили еще одну крепость. Еще одной важной частью русских в то время была вера. Поэтому вместе с ними в Албазин прибыл иеромонах Гермоген с иконой. Также был построен монастырь. В Спасский монастырь был построен на средства, собранные от хождения с иконой по миру и на средства местных албазинцев, которые принимали непосредственно участие в строительстве данного монастыря. Рядом с монастырем находилась мельница, на которой работало четыре монаха. И вот производимого в то время зерна хватало не только для собственных нужд, но и на продажу в Нерчинск. Но не будем забывать, что казаки вместе с Никифором все же мятежники, а отношения с государством налаживать надо. Поэтому они собрали 40-40 соболей, подписались, все 101 человек, и отправили в Москву. Там, недолго думая, приказали казнить, но размер дохода все же порадовал правителя. Поэтому острог из Воровского становится государственным. Ну а Никифор становится приказчиком, да и еще 2000 серебряников прислали в награду. Численность населения на Амуре постоянно увеличивалась. И к 1680 году на Амуре было больше 20 русских поселений. Ну а чтобы закрепиться на Амуре, царское правительство в 1682 году образовывает албазинское воеводство с центром в столице Албазин и с первым воеводом Алексеем Толбузиным, который прибывает сюда в 84 году. Была учреждена печать, знамя, то есть все атрибуты царской власти в то время у албазинского воеводства были. Закипела жизнь в Албазине, да и во строгах близлежащих. Сеяли пашни, собирали урожай, но как мы помним, рядом граница. И маньчжуры, решив, что уж слишком активно на том берегу идет деятельность, и дань им уже никто не платит, решили напомнить о себе. И в 1684 году от китайского императора Канси Толбузин получает ультиматум. Казаки, прослушав его, отказались уходить с этой территории и сказали, что они будут защищать город до последней капли крови. 12 июня 1685 года у стен Албазина высаживается 10-тысячное маньчжурское войско. Ну а в нашей крепости было всего 450 человек. Представляете, штурм длился 10 дней. Храбрые албазинцы стояли до последнего. Победа была за русскими, но крепость была почти полностью сожжена. Маньчжуры хотели сжечь все и всех. Что же делать? Албазинцы ушли в Нерчинск. Маньчжуры отобрали у них все. Еду, снаряжение. Добирались казаки тяжело. В Нерчинске их встретил отряд военачальника Афанасия Бейтона, который к первой осаде, к сожалению, дойти не успел. Было решено вернуться и отстоять свои земли. На месте прежнего острога был вырыт ров глубиной 2,8 метра, шириной целых 6 метров. Также был укреплен вал. Сделано все необходимое для осады. И 8 июля 1686 года маньчжурское войско вновь высаживается у стен Албазинского острога. А за стенами в этот раз было всего 826 человек. Тем не менее, битва была ожесточенная. Маньчжуры не ожидали такого напора от русских и ретировались. Им был дан приказ взять острог холодом и голодом. Они окружили крепость валами, очертания которых и в наши дни можно увидеть вокруг села. Также острог был под обстрелом пушек и ружей. Но русские времени зря не теряли. Во время вылазок было уничтожено более полутора тысяч маньчжур. 30 ноября был получен приказ маньчжурам отойти от стен Албазина. И к весне они его исполнили. Но покоя албазинцам не давали. Нельзя было собирать хлеб, ягоды в лесу, ловить рыбу. В крепости развивалась цинга, умирали люди. В таких условиях прожили они до подписания официального Нерчинского договора 27 августа 1689 года. По договору русские теряли все свои владения в Преамурье. Албазино подлежало разрушению. Вновь от победы их отделял совсем небольшой рывок. Казаки не хотели уходить, но знали, что когда-нибудь обязательно вернутся. Весной перед уходом они предложили албазинцам помощь в виде ликолей. Но Бейттен отказался. Он сказал, моли Божьей, мы все живы-здоровы и ни в чем не нуждаемся. Хотя сам уже в это время не мог передвигаться без костылей. И чтобы как-то доказать, что они ни в чем не нуждаются, они испекли каравай весом в путь в диаметре 1 метр. И этот каравай преподнесли главнокомандующему маньчжурской армии Лантаню. В наши дни это кладезь для археологов и ученых. Здесь проходило и до сих пор проходит очень много раскопок. Были найдены предметы быта, оружие, захоронение людей. Также даже жители Албазино находят на своих участках какие-то предметы и приносят их в музей. Свинцовые пули, которые изготавливали на месте с помощью колыпа и пулелейки, а порох хранили в пороховницах, сделанных из рогов животных. Здесь видно наконечники стрел, наконечники копий, сабля, то есть то оружие, которое использовалось при защите Албазинской крепости. Сохранились пуговицы, сердолитовые бусы, предметы, одежды. Фрагменты обуви, фотография фрагментов обуви. Что интересно, то албазинские казаки никогда не носили лаптей, они выделывали кожу домашних и диких животных, из нее сшили обувь. Первые монеты, сделанные в Москве из серебряной проволоки, именно такие серебряники были присланы Черниговскому как вознаграждение. Нательные крестики были найдены в братской могиле. Всего в ней было захоронено 57 человек. Судя по отпискам Бейтина, он писал, «Захоронить их по православному обычаю мы не могли, потому что в это время священнослужителя не было. Но даже если вы нам прикажете, мы не сможем, потому что из 66 человек, оставшихся в живых, только 30 могли нести караульную службу. Среди них были женщины, дети, подростки. Эти люди остались непогребены». В 1989 году археологи эту братскую могилу нашли, изучили, а в 1992 году было сделано перезахоронение по православному обычаю. И сейчас на территории Острога имеется часовня-усыпальница, где захоронены эти люди. Впоследствии было найдено еще несколько братских могил, и те тела, которые были извлечены из земли, в настоящее время все перезахоронены на Остроге. Все необходимое для охоты и быта производили в Остроге. Багры, ножницы, гвозди, ножи, предметы рыбной ловли. Также представлены фрагменты одежды и посуды того времени. «И здесь же у нас показан первый экспонат нашего музея, зерно рыжее обуглившееся. Оно было найдено в 1930 году. Рядом с валом была школа, и ученики решили посадить на валу тополя. Тополя растут и до настоящего времени. И вот в одной из ямок было найдено это зерно и ядро. То есть это первый экспонат нашего музея». Здесь мы можем увидеть знамя Албазинского воеводства. Подлинное знамя находится в вооруженной палате. И оттиск печати у нас есть Албазинского воеводства. Подлинная печать находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Печать серебряная с пятикопеечную монету с ушком. По окружности надпись «Печать великих государей, сибирские земли Албазинского острова». Музеи с экспонатами есть не только здесь, есть еще и в Хабаровске, в Владивостоке, в Москве, конечно же. Поэтому вы можете познакомиться с этой историей. А еще в Благовещенском районе на базе военного парка «Патриот» был воссоздан Албазинский острог в натуральную величину. И мы обязательно посетим его уже в следующем выпуске. Вас ждут казачьи бои, атмосфера того времени. В общем, будет интересно. Очень исторический выпуск получился. Сравнится разве что только тында. Каждый из вас может посетить этот музей. Билет стоит 150 рублей. Ну а график со вторника по субботу. Все ссылки мы оставим в описании. И самое главное, не забывайте, мы находимся на берегу Амура, поэтому нужно взять с собой паспорт. Добираться лучше через Сковородино. Вас поведет грунтовая дорога, поэтому будьте осторожны. Сегодня мы ненадолго очутились в атмосфере храбрости, доблести и смелости. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Ну а это были Турбо-Лайф, там, где все начиналось. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова